Наша задача, так как мы являемся сотрудниками МВД, делать зачистку городов после того, как армия отработает эту территорию артиллерией, авиацией и тяжелой техникой. Это нормальная тактика, как говорится, боевых действий. Блокировка Донецка не работает. Возможно, она бы и работала, но идет обстрел города. Я уже хочу даже предложить ордена и медали украинским артиллеристам, которые стреляют с района аэропорта, с района 25-й бригады по городу, по мирным домам, по мирному населению. Может, они вполне заслужили это за точность и за неточность. Вот эти обстрелы, они как-то сплачивают людей, они понимают, что стреляют в них. И одно дело, когда оперативные, какие-то мобильные, минометные группы ездят и обстреливают город, здесь можно сказать, что это какая-то третья провокационная сторона. Но когда бьются районы аэродрома, аэропорта, артиллерийские установки, здесь уже никто не скажет, что это сепаратисты стреляют сами по себе. Здесь же идет постоянный обстрел, скорее для устрашения. Преследуется другая цель, не разрушение объекта, а устрашение. Но при этом устрашают мирное население, наверное, путем попадания хаотического в разные объекты. Там много снарядов торчат прямо в дороге, в огородах. Не взорвавшиеся, имеется в виду? Не разорвавшиеся или осколки. Ну, довольно много. Это военная практика, не все снаряды разрываются. Но слава богу, что Горловку хоть еще не снесли с лица земли вместе с мирным населением. В смысле, вы имеете в виду, что обстреливается сейчас очень жесткая местность? Ну, Горловку обстреливали наши войска еще когда я заходил на обмен пленных в Горловку. И знаю, что я туда захожу с группой, все равно Горловку продолжали обстреливать.